В этом уроке мы рассмотрим основные действия для подготовки файла к печати. Откройте файл «Подготовка к печати». Вы можете открыть его с диска, либо вы можете открыть файл из своей рабочей папки. Посмотрите в нижнюю левую часть экрана, там где у нас расположена строка «Состояние». Здесь есть информация о количестве страниц в документе. Мы можем прочитать, что сейчас у нас открыта страница 1 из 17 страниц документа. Мы можем с помощью колеса прокрутки сдвинуться вниз по документу. И в строке «Состояние» мы увидим, что сейчас мы находимся на второй странице из 17 страниц документа. Вернемся к началу документа. Теперь нам надо подготовить этот файл к печати. Откройте вкладку «Разметка страницы». Здесь мы можем выполнить все настройки для страниц документа. Установим поля. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «Поля». Здесь программа предлагает несколько наиболее популярных вариантов значений для полей документа. «Разметка». Чаще всего используется обычный вариант. Нижнее поле 2 см, верхнее поле 2 см, левое поле 3 см, правое поле 1,5 см. Чтобы выбрать этот вариант, нужно щелкнуть по нему один раз левой кнопкой мышки. Если требуется установить поля вручную, то можно выбрать кнопку «Поля» и здесь выбрать вариант «Настраиваемые поля». Появляется окно «Настройки полей» и здесь мы можем установить любое значение для любого поля. Сейчас можно выбрать отмену. Следующее, что необходимо отрегулировать, это ориентация страницы. Данная кнопка отвечает за выбор книжной или альбомной ориентации страницы. Выбрать это можно с помощью левой кнопки мышки. Так выглядит альбомная ориентация страницы. И можем снова вернуть книжную ориентацию. Поменяем форматирование абзацев во всем тексте. Нам нужно поменять выравнивание абзацев. Вместо выравнивания по левому краю выберем по ширине, а также установим для абзацев красную строку и полуторный межстрочный интервал. Чтобы проделать это во всем документе одновременно, воспользуемся командой «Выделить все». Для этого обратимся на закладку «Главное». В правой части найдем кнопку «Выделить» и выберем вариант «Выделить все». Следующим шагом нужно вызвать диалоговое окно абзац. «Абзац». Это можно сделать с помощью правой кнопки мышки, щелкнув один раз на выделенном тексте. «Абзац». Установим выравнивание по ширине. «Отступы» нам не нужны. Первая строка «Отступ» стандартный на 1,25 см, интервал «Перед» не нужен. Интервал «После» можем установить 6 пунктов. Междустрочный интервал полторы строки. Ок. В таком виде текст будет лучше восприниматься при чтении. Обратите внимание, что после изменения междустрочного интервала у нас поменялось количество страниц в документе. Если прежде текст размещался на 17 страницах, то теперь для этого текста требуется 23 страницы в документе. Поскольку у нас в документе много страниц, 23, то как правило нам требуется добавить номера страниц. Эту команду можно найти на закладке «Вставка» в разделе «Колон титулы». Вот эта кнопка отвечает за постановку номеров страниц в документе. Щелкните по ней один раз левой кнопкой мышки. Здесь можно выбрать расположение номеров страниц. Мы можем выбрать номер вверху страницы или внизу страницы или установить их на полях документа. для каждой из этих строчек есть дополнительные варианты размещения номеров. В этом случае номер будет вверху страницы слева. Здесь мы установим номер вверху страницы посередине. И здесь мы выберем номер в верхнем правом углу страницы. Стандартное расположение номера страницы – это внизу, посередине. Этому варианту соответствует простой номер «2». можно поисследовать другие варианты расположения и оформления номеров страниц. Их можно увидеть с помощью полосы прокрутки. Вы можете выбрать любой понравившийся вариант расположения номера страницы. Стандартное расположение для номера страницы – внизу, посередине. Чтобы его выбрать, нужно щелкнуть по этому варианту один раз левой кнопкой мышки. Посмотрите, у нас добавился номер страницы, и программа сразу же предлагает его отредактировать в режиме редактирования клан-титулов. Если нам не нужно дополнительно редактировать номер, то мы можем закрыть окно клан-титулов также с помощью левой кнопки мышки. Мы можем убедиться, что на каждой странице документа внизу по центру теперь располагается номер страницы. «Чтобы вывести документ на печать, щелкните по кнопке «Офис», выберите строчку «Печать» и далее еще раз «Печать». Открывается диалоговое окно настроек печати. Первый раздел в этом окне – раздел «Принтер». Здесь есть информация о том, какие принтеры подключены к компьютеру. Мы можем выбрать любой подключенный принтер с помощью одного щелчка левой кнопки мышки сначала здесь, а затем на любом названии принтера. В следующей строке указано состояние принтера. Если принтер свободен, то здесь будет указано «Свободен». Если же на принтере идет «Печать», то здесь мы увидим состояние печати. Например, «Печать страницы 3 из 300». Следующие две строки нам не интересны, они относятся к техническим характеристикам принтера. Следующий раздел – «Страницы». Здесь мы можем указать, какие страницы из документа надо печатать, а какие печатать не требуются. Всегда нужно установить точку на одном из вариантов. По умолчанию точка устанавливается около варианта «Все». уб negotiated . Это означает, что на печать пойдут все страницы документа. Точка около варианта «Текущая» означает, что на печать пойдет та страница, на которой сейчас расположен курсор. Обратите внимание, что «Текущая страница» – это не та страница, на которую мы смотрим. «Текущая страница» – это та, на которой расположен курсор. Например, мы могли что-то поменять на последней странице документа и оставить курсор там, а потом с помощью полосы прокрутки вернуться вверх документа. И получится, что перед нами будет первая страница, и мы можем хотеть напечатать первую страницу, но курсор у нас останется на последней странице документа, и текущей будет именно последняя страница документа, та, на которой расположен курсор. Поэтому при выборе данного варианта нужно быть крайне внимательными с тем, где у нас находится курсор в нашем документе. Следующий вариант – номера. Мы можем выбрать несколько страниц, которые требуется напечатать. Здесь есть текстовая подсказка, как можно напечатать эти номера страниц. Мы можем, например, напечатать 1,3,5-12, и это будет означать, что на печать пойдут первая страница, третья страница и все страницы с пятой по двенадцатую. Следующий раздел – копии. Здесь можно указать, сколько экземпляров документа нужно распечатать. Это можно сделать либо с помощью стрелок, либо с помощью клавиатуры. В этом разделе есть очень полезная функция «Разобрать по копиям». Если у нас установлен флажок «Разобрать по копиям», тогда при печати мы получим сначала полностью первый экземпляр документа, все страницы с первой, например, по двадцать третью. Потом мы получим полностью второй экземпляр документа, все страницы. Потом будет третий экземпляр и так далее до пятого экземпляра. Если же снять флажок «Разобрать по копиям», то документ будет печататься иначе. Сначала мы получим пять копий первой страницы документа, потом мы получим пять копий второй страницы документа, потом пять копий третьей страницы и так далее до самой последней страницы. После этого придется вручную разбирать все отпечатанные листы по копиям. Это очень неудобно, поэтому я рекомендую вам все время оставлять флажок «Разобрать по копиям». Итак, при подготовке документа к печати нам нужно выбрать принтер, установить страницы, которые необходимо напечатать, установить число копий и чаще всего установить флажок «Разобрать по копиям». После этого для печати потребуется нажать кнопку «Ок». Сейчас мы можем нажать кнопку «Отмена». Команду «Печать» также можно найти в настройках панели быстрого доступа. Посмотрите, здесь есть кнопка «Быстрая печать», и мы можем вывести эту кнопку на панель быстрого доступа. Вот она, эта кнопка «Быстрая печать». Но я не рекомендую вам этого делать. Дело в том, что по команде «Быстрая печать» на печать отправится весь документ целиком в одном экземпляре. Это не всегда удобно, поэтому, чтобы настроить все необходимые параметры печати, лучше использовать команду «Офис» – «Печать». А кнопку «Быстрая печати» можно не выводить на панель быстрого доступа. После того, как мы подготовили файл к печати, мы можем сохранить его к себе в рабочую папку. Итак, в этом уроке мы познакомились с правилами подготовки документа к печати. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...